Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о том, какие полезные растения существуют в природе. Маточка природы позаботилась о нации. Как говорится, на каждую болячку она придумала свое растение. Так какие же растения мы должны знать и чего они нам могут помочь? Итак, первое растение это рос кусколистный. В простонародье его называют просто камыш. Встретить его можно практически везде, на любой части России, то есть и в северных, и в южных, везде, в любых регионах. Камыш растет всегда в болотистой местности. Чем же хорош этот камыш? Ну, во-первых, все, наверное, знают, что листья этого растения можно использовать для плетения посуды, для укрывания крыши на жилищах, обшивки стен. Корни растения тоже съедобные. Отвар из этих корней можно лечить раны, ожоги. Пыльцу у этого растения можно использовать как муку. А компрессорные корни можно лечить укусы насекомых, ожоги и другие кожные заболевания. Вот такое вот необыкновенное растение камыш. Следующее второе растение, это всем известное растение тысячелиственник. Ну, его тоже можно встретить и на полях, и на любых лесных опушках, то есть все про него знают. Перечень, какие он лечит заболевания, это растение, ну, настолько велик, что я даже... Сейчас это займет прям очень много времени. Наверное, основные это все виды желудочно-кишечных заболеваний. То есть начиная от язвы, кончая заболевания печени, кишечника, то есть это очень необыкновенное растение. Высота растения где-то доходит до метра, от 50 до метра, и растет на солнечных опушках или на солнечных лугах. Третье растение, которое тоже заслуживает ваше внимание, это чистотел. Про него тоже все знают, как бытует мнение в народе, что чистотел листиком или чистотел можно одним. Если вы каждый день его употребляете, можно вылечить рак. Ну, вопрос этот очень спорный. Основное, конечно, его, то есть само название говорит само за себя, чистотел. То есть ванны с чистотелом борются с экземой, а сок этого необыкновенного растения способствует убрать любые папилломы и бородавки на вашем теле. Четвертое растение, которое тоже заслуживает ваше внимание, это шиповник. Шиповник у нас уже растет даже и в некоторых садах, но вообще на опушках, в лесах, на солнечных полянках вы всегда можете встретить необыкновенное растение, это шиповник. У него красивые очень цветы, ну, о ягодах даже говорить нечего. То есть по содержанию витамина С, наверное, шиповник лидер среди всех вот таких витаминосодержащих продуктов. Если в зимний период его заваривать, то никакие простуды вам не страшны. Еще один представитель – это кедры. Ну, про хвойники даже говорить можно столько много и столько восторженных возгласов, что я считаю, что это целая таблица Менделеева содержится в одной вот этой вот иголке кедра или любых хвойников. Ну, во-первых, это противогрибковые мощные свойства. Далее, все хвойники просто всегда в помощь легочным и другим заболеваниям. Ну, и, конечно, фитонциды, которые они выделяют, борются с любыми инфекционными заболеваниями, а также и мощный противогрибковый эффект. Еще одно растение, на которое я хочу обратить внимание – это крапива. Растет везде. Мы считаем иногда его за сорняк, пытаемся с ним бороться. На самом деле, это целое медицинское учреждение на одном стебле. Листки крапивы, если вы заварите их, молодые листочки, то они обладают очень кровоостанавливающим, вяжущим способностью. Листочки молодой крапивы можно использовать в салат на очень богато различными микроэлементами и витаминами. Ну, также при расстройствах живота, отвары из крапивы способствуют быстрому восстановлению, при дизентерии и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно при диарее. Это просто незаменимый помощник. Один из самых любимых, наверное, растений – это поддорожник. Все про него знают, растет вдоль дорожек, я не знаю, мне кажется, растет он везде и всегда. Но насколько он ценен, мы иногда просто про него забываем. Однако же, если вы поранились и у вас нет перевязочных средств рядом, то поддорожник вам всегда в помощь. Он остановит кровотечение, нейтрализует действия бактерий, вредоносных, которые попали в рану. Ну, против грибковой, против воспалительной, ну, масса у него свойств различных, которые, ну, мы просто, наверное, незаслуженно забыли. Так что помните про поддорожник. Еще одно ценное растение, про которое мы тоже иногда забываем и считаем его сорняком на наших дачных участках, иногда, даже не иногда, очень часто боремся с ним – это хвощ полевой. Однако же, ценное свойство этого растения заключается в том, что он обладает мощным мочегонным способностью. То есть, и мало того, что еще это, он еще борется с заболеванием почек. Также он является ранозаживляющим средством. То есть, очень много, и, наверное, даже есть вещи, которые мы просто даже не знаем. Но то, что хвощ полевой заслуживает внимания – это точно. Еще одно растение, которое очень часто начало появляться в наших садах, садоводы и огородники очень часто стали сажать в своих садах и приусадительных участках – это манжурский орех. Это очень красивое дерево, которое растет достаточно быстро. И самое интересное, что он может плодоносить, переносить орехи. Орехи у него необыкновенного свойства обладают, они даже ценнее, чем грецкие орехи, плод гораздо крупнее, и орех не имеет вот этой вот горечи. Листы у него обладают противовоспалительными средствами, и очень буквально при нажатии на листик такие фитонциды, просто вот аромат исходит от этого листа. То есть, ты чувствуешь, что он действительно вот в лечебные свойства. То есть, его приют еще при кашле, заболевании легочных способствует отхаркивание. Листья манжурского ореха можно заваривать, и пить при легочных заболеваниях обладает очень мощным отхаркивающим действием. И вообще, это дерево очень красивое. Поверьте, оно заслуживает вашего внимания, обратите внимание на него. Но это вот я назвала очень небольшой список тех растений, которые действительно заслуживают, на которые стоит обратить внимание. Оставайтесь с нами, всего вам хорошего, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!